Всем привет! Меня зовут Гульнас и сегодня мы с вами сошьем футболку без каких-либо лекал, а именно методом наложения. Это означает, что для пошива футболки, к примеру, мы приложим футболку, которая нам нравится и хорошо сидит на нашей фигуре, на ткань, обведем ее, проще говоря, и сошьем новую футболку. Но, конечно же, у этого метода есть свои тонкости, о которых нужно знать, если вы хотите шить таким методом. И сегодня вы узнаете об этих тонкостях. Однако, для такого способа стоит использовать трикотажные изделия и шить из них трикотажные изделия. Нельзя взять, к примеру, футболку, тянущуюся трикотажной ткани, обвести ее и сшить платье. В этом платье будет вам тесно, возможно, вы его даже не сможете надеть. Но даже если мы и наденем это изделие, то в результате мы все равно получим огромное количество дефектов посадки, особенно в области груди. Но, если вы никогда не шили и хотите с чего-то начать, то это неплохое начало. Однако, помните, когда этот метод можно использовать и когда нельзя. Нам потребуется футболка из трикотажа, то есть та, которая хорошо тянется. Той формы и того размера, который вам нравится. Далее понадобится немного кальки, либо любой другой бумаги для того, чтобы мы могли нарисовать лекало. Основная ткань. Это должен быть трикотаж, то есть также эластичная ткань. У меня это футер двунитка. Он на 95 процентов состоит из хлопка и на 5 процентов из лайкра. Для большей эластичности трикотажа. Это трикотаж из магазина ткани казани. Мы уже шили спортивный костюм из футера. Футер был тоже из магазина ткани казани. Ссылку на интернет-магазин я оставлю внизу. Они делают доставку по всему миру. Как рассчитать расход ткани? Вы можете замерить длину изделия и добавить к ней желаемую длину рукава. Сложить два значения и мы получим величину необходимого количества ткани. Также если у вас есть оверлок, то практически все срезы можно соединять с помощью оверлока. Для этого вам понадобится 4 полиэстровых нитки. Ну а если оверлока нет, то можно стачивать на простой бытовой машинке прямой строчкой и обрабатывать срезы строчкой зигзага. Для этого вам потребуется полиэстровая либо формированная нить. Но бывает, что срезы трикотажа совсем не осыпаются. В таком случае срезы можно даже и не обметывать. То есть если у вас есть бытовая машинка, вы можете просто прострочить их, соединить срезы и на этом оставить. Самое главное не забудьте иголку поменять на трикотажную, поскольку обычная универсальная иголка возможно будет пропускать стежки на трикотаже. Также нам понадобятся портновские ножницы, мелок, булавки, ну и другие инструменты, которые вы любите. Разложите футболку и проанализируйте ее. Посмотрите, как правило передняя и задняя половинки в футболке одинаковы, поскольку это простейшее изделие с трикотажа. Вот вы разложили футболку. Посмотрите, боковые швы находятся на сгибе или наоборот уходят назад. Если боковые швы находятся на сгибе, плечевые швы также на сгибе, то это означает, что передние и задние половинки абсолютно идентичны. В таком случае мы можем сложить, к примеру, футболку пополам. Футболка вывернута на лицевую сторону. Посмотрите, чтобы все было ровно, чтобы плечевые швы совпали, боковые швы также совпали, линия пройма была строго под линией проймы и низ изделия также был одинаков с обеих половинок. Затем берем маркер и обводим по всем сторонам. Середину, низ изделия, боковой срез. Аккуратно отогните рукав так, чтобы основная часть футболки при этом лежала на столе. Аккуратно приподнимаем до тех пор, пока не увидим шов проймы, то есть шов втачивания рукава. Не нужно стараться приложить этот шов сразу же. Будем двигаться маленькими участками. Сначала приложили в области бокового шва, обозначили небольшой участок. Далее продвигаемся чуть выше, поправляем срез проймы, увидели его и обрисовываем маленький отрезок. Двигаемся дальше, подправляем, обрисовываем. Самое главное, чтобы основная часть футболки не двигалась. Продвигаемся дальше. И теперь видите, в верхнем участке пройма имеет немного другой изгиб. Линия проймы уходит в другую сторону. Мне необходимо подправить и еще немножко. Завершили, делаем отметку плечевого шва, плечевого среза. И посмотрите, какую округлую пройму мы получили. Далее просто по прямой и срез горловины. Нам необходимо отогнуть трикотажную бигу аккуратно, также по чуть-чуть, поскольку срез округлый. Мы не можем сразу взять одной линии и отогнуть. Поэтому отгибаем немножко у основания шеи. Рядом с плечевым швом обрисовываем, дальше. Снова подправляем. Видите, линия округляется. Обрисовываем, снова подправляем и обрисовываем. Таким образом мы получили деталь спинки. Теперь можем сложить кальку пополам по линии середины спинки. Итак, калька сложена в два слоя и теперь мы вырезаем в два слоя деталь спинки. Далее разрежем по скибу и одну половинку уберем. Теперь вторую половинку мы превратим в деталь полочки. Для этого нам понадобится немного изучить полочку по футболке. Начнем с горловины. Замерим, какая разница между швом с серединой горловины по спинке и серединой горловины по полочке. Замеряем не от планки, а от внутренней части, от шва притачивания планки. К примеру, 10 сантиметров. И теперь эту величину нам необходимо отложить на кальке. Откладываем от середины горловины 10 сантиметров. И теперь просто плавно приводим эту точку к выше плечевой точке, к началу плеча. И теперь проанализируем еще срез проймы. Если вы разложите футболку ровно на столе и прощупаете вот этот шов, то вы почувствуете, что шов по передней половинке чуть глубже, чем по спинке. Мы можем, к примеру, снова сложить футболку пополам. Складываем так, чтобы передняя половинка была сверху. Далее соединяем точку плечевого среза, крайнюю точку, затем точку бокового среза и затем просто проходимся по линии проймы. Смотрим, где она глубже, обозначаем эту линию и получаем таким образом срез проймы по передней половинке. И отрежем лишнее. Переходим к рукаву. Приложим футболку передней половинкой, полочкой кальки. Хорошенько расправим рукав и обозначим линию низа рукава, локтевой срез, там где есть шов, соединение с боковым швом. Затем обозначим середину рукава, сгиб и высшую точку оката рукава. То есть, верхушку. Далее приложите ладонь к рукаву, для того чтобы рукав был хорошо зафиксирован. Отгибаем аккуратно футболку. Следите за тем, чтобы рукав под футболкой не двигался. И затем поступательно маленькими отрезками начинаем обводить линию. Чуть-чуть подправили, обрисовали. Снова немного подправили, обрисовали. Двигайтесь маленькими отрезками, чтобы рукав получился качественным. Мы получили переднюю половинку рукава, а теперь для того, чтобы обозначить заднюю половинку, нам необходимо рукав просто перевернуть на вторую сторону. Соединяем сгиб рукаву, его серединку. Смотрим, чтобы совпала точка низа рукава. И снова обводим срез низа рукава, локтевой срез. Ну а после отгибаем рукав на себя аккуратно, фиксируя его при этом ладонью хорошенько. И начинаем обрисовывать. Подправляем. Только увидели шов. И сразу же обрисовываем. Буквально 2-3 сантиметра. Не больше. Поскольку рукав имеет округлую форму. И убираем. Это задняя половинка рукава. Теперь рукав можно вырезать. По этой линии вырезать мы не будем. Мы просто обозначали линию середины, для того, чтобы нам было удобно переводить рукав. Вырезали рукав и теперь сложите его пополам по этой линии. Соедините локтевые срезы и обратите внимание на округлый срез оката рукава. По передней половинке срез должен быть чуть меньше, чем по задней половинке. Помните, когда мы обозначали линию проймы по футболке. По передней половинке пройма была глубже. То же самое с рукавом. Скроили полочку и спинку, а также рукав, оставив по сантиметру припуски на швы со всех сторон, кроме горловины. По горловине достаточно 5 миллиметров. Теперь можем соединять детали. Положите спинку лицом наверх и лицом к лицу приложите сверху полочку, переднюю половинку. Соединяем плечевые срезы. Будьте внимательны, чтобы они совпали с обеих сторон. А затем боковые срезы. Также совмещаем их. Смотрим, чтобы верхушки боковых срезов также совпадали. И закрепляем до самого низа с обеих сторон. Далее даем строчки по плечевым срезам и боковым срезам. Четыре строчки. Стачиваем, а затем обметываем при необходимости. Можем раскроить накладной карман. Размеры его могут быть разными и форма тоже. Для этого вы можете отложить размеры, ширины и длины кармана. А затем добавить по сантиметру на швы со всех сторон. А вот по верхнему срезу можно оставить около трех сантиметров. Для того, чтобы мы могли завернуть наизнанку один сантиметр, а затем еще два сантиметра и сделать вход в карман более плотным. Нижние срезы можно округлить либо оформить под углом, как вам нравится. Карман скроили. Затем заворачиваем сантиметр во внутрь наизнанку, а затем еще два сантиметра. Закрепляем булавками. Следите, чтобы ширина 2 сантиметра соблюдалась по всей ширине кармана. Затем по нижнему краю даем строчку на 1-2 миллиметра. Следующий шаг. Отгибаем по сантиметру наизнанку по всем срезам кармана. Формируем уголки. Загибаем одну сторону, а затем в уголке поверх вторую сторону. Сохраняя при этом припуск на шов 1 сантиметр. Далее по всем краям при желании вы можете сметать для того, чтобы закрепить припуски. Прикладываем карман. Вы можете заранее замерить на своей фигуре, на каком уровне, к примеру, от плеча вы хотите иметь начало кармана, то есть вход в карман. Приложили, справа либо слева, как вам больше нравится, и прикрепляем карман по всем сторонам. Далее нам необходимо дать строчку. Но строчку мы дадим особенную для того, чтобы карман был лучше зафиксирован. Начинаем строчить не сверху кармана, а от уровня проложенной ранее строчки. Поднимаемся наверх, отступая 5 миллиметров от края кармана, то есть под углом. Затем поворачиваем полотно и движемся до края кармана. Затем снова поворачиваемся и строчим вниз до нижнего уголка, если он у вас есть. Снова поворачиваем деталь, строчим до следующего уголка. Затем переходим на вторую половинку, строчим до самого верха. Далее даем строчку примерно на 5 миллиметров вправо и от этого уголка опускаемся снова до отделочной закрепляющей строчки, которую мы прокладывали в самом начале. Так карман будет намного лучше зафиксирован и не порвет полочку, на которую он настрочен. Притачали карман и вот так он выглядит в готовом виде, но его необходимо поутюжить. Видите, вот эти волны по швам? Они образовались в процессе притачивания, возможно ткань где-то растягивалась. Для того, чтобы расправить все швы, просто наложите утюг с паром и все будет прямым и плоским. Но если ваша ткань также имеет напыление, то лучше сверху положить проутюжник, простую хлопковую ткань, а затем только утюг, чтобы не рисковать. Соединили плечевые срезы и боковые, а теперь переходим к рукаву. Складываем рукав пополам, концы локтевых срезов должны совпасть с двух сторон. То же самое со вторым рукавом. Тачиваем срезы и затем обметываем на верлоке. Соединили рукав по локтевому срезу и также можем обметать сразу низ рукава. А затем подогнуть сантиметр наизнанку, закрепить булавкой и дать в круговую строчку. А затем можем прикреплять рукав к пройме, к футболке. Та часть оката рукава, которая поменьше, относится, как мы уже говорили, к передней половинке. Вложим рукав в пройму, соединяя переднюю половинку рукава с передней половинкой изделия, так чтобы они были лицом к лицу. Затем соединяем локтевой шов и плечевой шов. Ну а далее просто прикрепляем два среза друг к дружке в круговую. После даем строчку, а затем обметываем срезы. То же самое со вторым рукавом. Можем сразу же обметать низ изделия футболки, то есть обработать зигзагом либо верлоком. А затем подогнем на 1 сантиметр вовнутрь, закрепим булавками и дадим строчку в круговую для того, чтобы закрепить срез, и они были аккуратными. Для того, чтобы обработать срез горловины по полочке и по спинке, мы скроим эластичную бейку. Чтобы ее скроить, нам необходимо замерить срезы горловины по полочке, а затем прибавить к этой величине срез горловины по спинке. Например, у вас получилось 40. Вам необходимо скроить полоску длиной 40 сантиметров плюс по сантиметру с каждой стороны на швы. Итого 42 сантиметра. Ширина этой полоски 4 сантиметра в этой модели. Как кроить эту полоску? В ткани есть кромка. Вдоль кромки ткань тянется не очень сильно, а вот поперек кромки полуточной ткань тянется сильнее. Она практически как резинка. Этим мы и воспользуемся. И скроим полоску полуточной, то есть поперек кромки, перпендикулярной ей. Далее нам необходимо будет ее сложить пополам, так чтобы лицо осталось снаружи, и поутюжить. После, для того чтобы трикотажная бейка не отходила от тела, а лежала по фигуре, нам необходимо будет ее немного округлить. Для этого просто наложите утюг сверху, а второй рукой оттяните бейку так, чтобы срез растянулся, а сгиб наоборот сутюжился. Затем к округленной части снова прикладываем утюг, немного подержим, чтобы форма закрепилась, а второй рукой снова немного округлим бейку и наложим к ней снова утюг. Поутюжили и вот какую теперь форму имеет эластичная бейка, которая до этого была прямой. Не нужно стараться округлять излишне сильно, небольшого изгиба будет достаточно. Теперь раскройте бейку и соедините срезы лицом к лицу. Далее их необходимо будет прострочить на 1 сантиметр. Итак, эластичная бейка готова, нам остается совсем немного прикрепить ее к срезу горловины. Теперь шов по бейке прикладываем к середине спинки лицом к лицу и закрепляем. Далее оттягиваем середину у бейки и середину у полочки и закрепляем лицом к лицу. Ну а затем просто распределяем все промежутки и закрепляем булавками. Прикрепили, а теперь необходимо будет вкруговую дать строчку на 5 миллиметров от края и обметать эти срезы при необходимости. Ну вот и все, наша горловина готова. Бейка по горловине прекрасно лежит и хорошо прилегает к фигуре. И футболка на этом тоже наша готова. Обязательно не забудьте поутюжить по всем швам, которые вы приложили. И если ваша ткань имеет такое же напыление, то не забудьте про хлопковую ткань сверху, про утюжник, для того чтобы ничего к вашему утюгу не приклеилось. Вот и все, наша футболка готова. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Если вам нравятся мои уроки, то приглашаю вас присоединиться к моему видеокурсу по конструированию, моделированию и пошиву женской одежды. В этом курсе вы создадите полный гардероб из 11 видов изделий. Это юбки, брюки, платья и рубашки различной степени сложности. Этот курс предназначен для новичков и поэтому, даже если вы никогда не шили, то я гарантирую, у вас все получится. Для заказа курса напишите мне на почту happynassobachka.gmail.com Субтитры создавал DimaTorzok